Матчем 8 тура завершился чемпионат Республики Башкортостан по футболу. Куюргазинский район по футболу выступил на 24-х сельских спортивных играх. Love Summer Festival 2016. Мероприятие для настоящих автомобилистов. Берем уроки самозащиты у тренера по карате Павла Санина. В спорте июль это время сборов, поэтому соревнований не так много, но рассказать есть о чем. А начнем, пожалуй, с самого популярного вида спорта во всем мире – футбола. На прошлой неделе стрельтомаки прошли финальные соревнования 24-х сельских спортивных игр по футболу. В турнире участвовали 9 сильнейших команд районов Республики Башкортостан. В числе участников Уфимский, Чешминский, Бураевский, Салаватский, Илишевский, Стрельтомакский, Хайбуллинский, Крамаскалинский и наши ребята Куюргазинские районы. Команды были поделены на две подгруппы. Куюргазинский район попал в группу «Б». Довольно уверенно наша команда в своей группе заняла первое место, обыграв своих соперников со счетом 4-1, 3-1 и 5-1. С хорошим настроением команда подошла к финальной игре, которая состоялась 24 июля. Соперником стали чешминцы, которые стали победителем в группе «А». На финальной игре присутствовал глава администрации Куюргазинского района Ахат Кутулахметов, который поддерживал футбольный клуб. В трудном единоборстве Куюргазинская команда одолела соперника благодаря единственному голу Рустама Саадатова, забившего в середине второго тайма. Чемпионов наградили кубком, медалями и дипломами. Также благодаря выигранному турниру команда получила право выступления на всероссийских спортивных играх по футболу, которые пройдут в сентябре в Краснодарском крае. Завершился групповой этап второй лиги открытого первенства Республики Башкортостан по футболу зоны юг. Подробности заключительного матча в нашем следующем репортаже. Стадион «Шахтер» принял матч последнего тура. В нем футбольный клуб «Кумертау» сразился с салаватской командой. Футбольное противостояние завершилось со счетом 4-2. В первом круге футбольный клуб «Кумертау» на выезде одержал волевую победу над салаватским «Дюш ГСК» со счетом 2-1. Игра в «Кумертау» также проходила в равной борьбе. Правда, начало встречи могло обескуражить гостей. После первого тайма футбольный клуб «Кумертау» выигрывал со счетом 3-0. Голами отметились Саадатов, Илюшин и Фадеев. Все шло к тому, что наши ребята и во втором тайме забьют пару-тройку голов. Но оказалось все не так просто. Гости после перерыва вышли более мотивированными и отыграли два мяча. Это не помогло. Окончательный счет установил Попков, использовав свой момент. В первом тайме у нас все получилось, как мы хотели, как мы планировали. В первом тайме мы все свои моменты реализовали. Как бы победили 3-0. Во втором тайме вышли начало минут 5-10 тоже получалось. Но потом уже, я чувствую, сил у нас осталось поменьше. Команда «Салават» помоложе. Перебежали нас чуть-чуть. Хочу всех поздравить с победой. Это город. Хотя, несмотря на то, что вторая лига возродилась, я приехал на последний тур, успел. Охота, чтобы наша команда заиграла так, как-то ярко, на примере Шимбая, Стрель-Тамака, которые тоже лет 5 не играли. Но с этого года вернулись в высшую лигу. Хочется пожелать всего лучшего. Ну и детям. Все, чтобы делалось для наших детей, чтобы развивалось. А так, ну, еще раз поздравляю всех с победой. Когда команда выигрывает, это всегда приятно. Но, естественно, в каждой игре должен делать замечание тренер. Он видит ошибки тренеров, видит какие-то недосчеты, просчеты. Но самое главное в игре – это результат. Поэтому он на тренировочном процессе разберет игру, чтобы эти ошибки нападающие, защитники, воротари, вообще полевые игроки не допускали в следующем матче. Поэтому на сегодняшний день матч был неплохой, результативный. Для болельщиков очень приятно, когда забиваются ворота, очень много голов. В итоге Кумертау своей победой заносит копилку 3 очка. 16 очками команда финиширует в подгруппе зоны юг вторыми. Первое же место занял футбольный клуб «Стрель-Тамак-2», не потеряв ни одного очка. Теперь наши земляки будут ждать своего соперника зоны север. Будут сыграны стыковые матчи, по итогам которых победившая команда пройдет в первую лигу. Лето, молодежь, заниженные автомобили, громкая музыка. На минувшей неделе в Кумертау на территории развлекательного комплекса прошел фестиваль автолюбителей. В этот день кто-то демонстрировал свою, а кто-то смотрел на чужую прокачанную технику. Готовы? Раз, два, три! Крутые тачки, молоденькие девочки, скорость, бит с колонок авто. Сразу вспоминается всем известный фильм про автогонки. Однако это не кинематограф, это совершенно реальная автомобильная пати в Кумертау. Собрались любители заниженных машин возле развлекательного комплекса. Концепция фестиваля предусматривала направление низких автомобилей. На выставочном хоне были представлены стендс-проекты, реста-проекты, а также стиль без посадки авто нет. Именно за эти номинации боролись участники. В чем же суть такого мероприятия? Об этом и другом нам рассказали организаторы и судья. Стендс это главное внешний вид. Также посадка, красивые диски, ну и такое покрытие лакокрасочное, чтобы было хорошее. Бапан это занижение, это самое главное занижение и как бы там больше ничего и важного нет. Ну а реста это сам кузов со времен Советского Союза. Ну а один из главных критериев, который у нас оценивается, это так называемая низкота. То есть клина с автомобилем. Мы будем мерять по порогу, сколько расстояния остается у нас от кузова до земли. Второй момент это расположение колес. Насколько увеличена ширина колесных дисков, насколько расстояние осталось между аркой и диском. Это так называемый фитмент. Фитмент это положение колеса. То есть бывает фитмент стандартный, когда колесо у нас строго прямо стоит и углублено в арке. Наша же цель в идеале достичь того, чтобы колесо, кромка колеса внешне совпадала с внешней кромкой арки и была как можно ближе. Также будет оцениваться у нас внешний тюнинг автомобиля. Это возможно вынесение пленки, жидкой резины, каких-то наклеек. Доработки может быть по фарам, по тонировке. Ну прочие мелкие такие нюансы, которые незнакомому человеку с этим движением может быть даже незаметны. Но для нас это все греет душу. Занижение клиренса автомобиля в последнее время набирает особенную популярность среди молодежи. Поэтому множество автомобилей были представлены в номинации БЭПАН. Без посадки авто нет. Всем известно, что для простого занижения пилятся пружины. А вот для достижения максимальных результатов проводится целая работа по переоборудованию и переделке кузова. А также ходовой части автомобиля. То есть кто-то просто попилил пружины и угрожает. Ну грубо говоря, это такое слабое завершение, ценобюджетное. Это некомфортно в этом. И может не настолько даже безопасно. Кто-то заморозил себе встал все хорошие на стойке, кто-то уже отдал какую-то такую сумму, малую. Это уже комфортнее езда. Это уже езда как на стоковом автомобиле, только езда уже в низком положении. А кто-то поставил мне на подвеску. Это самый такой безопасный вид занижения. Если с занижением все понятно, теперь перейдем к Ресто. Всего два участника соревновались в этом направлении. По словам автолюбителей, это очень дорогое направление, поэтому участников не так много. Это моя машина. Тройка, 79-го года. Какой на нас участвует? Вообще Ресто. Это советский проект, советское Ресто. Это направление очень молодое, очень даже популярное. Маленькое отличие от Бепана. То есть здесь оценивается как само состояние автомобиля, то есть его оригинальность. Потому что копейка, двойка, тройка, шестерка это еще не Ретро. Поэтому Ресто. Так, здесь не секрет, сколько ты вложил? Хороший вопрос. Ну, примерно... Ну, грубо говоря, тысяч 20 смело, потому что поменял мотор, какие-то запчасти, то есть аксессуары оригинальные. Пришлось находить, искать, то есть ставить на машину. Как бы нормально. А как ты относишься вообще вот к низкой подвеске? Ну, в низкой подвеске тоже есть свой плюс. Машина более устойчивая, более аккуратно смотрится, но минусы, это, конечно, дорожное покрытие в нашем городе и не только. Ну, в принципе, почему бы и нет? На фестиваль съехались автолюбители со всех уголков Башкортостана и не только. Посетили мероприятие и гости в Саренбургской области. Мы приехали из города Баймак, нас трое, это Приора 14-я и вагон 11-я. Все равно неплохо, организаторы тоже все так организовали. Мы вчера приехали, нам организовали жилье. У тебя очень низкая, да, подвеска, где-то? Как ты ездишь по дорогам нашей, огнеобъятной России? Потихоньку, потихоньку. Ну, иногда же хочется дать топку, там, разогнаться. Ну, когда у тебя такая подвеска, как-то желания нет. Мы замуждаем машины не для того, чтобы гонять, просто по кайфу и мы просто получаем от этого удовольствие. Я участник этих фестивалей уже несколько раз. Это мы были в Уфе, в Оренбурге пару раз приезжали, тоже участвовали, то есть делились, скажем так, своими проектами, машинами. С утра и до вечера мероприятие проходило под музыку специально приглашенного диджея и сопровождалось ведущим, который проводил различные конкурсы среди участников и зрителей. Закончился фестиваль понятное дело награждением. Призерам были вручены грамоты и памятные сувениры. Преподаватель Кумертаусской детско-юношеской спортивной школы Александр Секменев получил приглашение на международный турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа Мистер Олимпия. Соревнования пройдут в середине сентября в Лас-Вегасе, США. В общей сложности организаторы пригласили 29 российских спортсменов, 8 из которых выступят в жиме лежа. Коллектив телекомпании желает Александру в очередной раз продемонстрировать стабильность и увести призовое место с этого престижного турнира. В городе Руза Московской области на аэродроме Ватулина с 7 по 11 июля 2016 года прошло первенство России по классическому парашютному спорту среди юниоров и чемпионат России по парашютно-атлетическому мангоборью. В мероприятии приняло участие свыше 50 спортсменов из разных уголков России. Студент третьего курса строительного факультета Кумертаусского филиала АГУ Тимур Хамитов занял третье место в индивидуальных соревнованиях по точности приземления и стал серебряным призером в командных соревнованиях по точности приземления, а также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Карате – это японское боевое искусство, система защиты и нападения. Вот мы и возьмем пару уроков у тренера Павла Санина. Самое легкое в карате было это сделать первый шаг, решить приступить к его изучению. Последующие шаги оказались сложны. Я начал восходить по ступеням искусства в занятии. Как в любом виде спорта, тренировка начинается с разминки. В карате все начинается с приветствия и духовной расслабленности. Максо, глаза закрыли, застраиваемся на тренировке. Вдыхаем через нос, вдыхаем через рот. Напрямую, вдыхаем через нос, вдыхаем через рот. Потом началось бег по кругу с разными упражнениями на руки, прыжки вверх, вперед, а также через друг друга. Далее для меня наступила самая сложная – растяжка. Это важный компонент в карате. Все каратисты должны сидеть на шпагате, как на поперечном, так и на продольном. Ребята выполняли ее с легкости, а вот мне далось очень тяжело. Вот я готовил, готовил. Выход. Мощно, хороший, хороший вход должен. Пришел черед для отрабатывания основных ударов самостоятельно. Главное в этом, по словам тренера, нанести четкий, а главное – резкий удар. Да? Вот именно это мне и нужно. Вы должны каждый раз путать соперника своего. Спортивные соревнования по карате проводятся по двум программам. Один из них – это кумите, то есть свободный спарринг. Удар рукой и ногой практически одновременно. Нельзя ни на секунду замедляться, делать паузу. Небольшое замедление – и ты будешь повержен противникам. А вот вторая программа – ката. Это последовательность движений, принцип заключается в ведении поединка с воображаемым противником. По окончании тренировки у нас состоялось небольшое интервью с кандидатом в мастера спорта России по карате, судьей первой категории Павлом Санином, в котором начали разговор о названии клуба. Оказалось, что спортивный клуб «Легион» выбирали народом. Спортивный клуб «Легион» – это название долго назревало у нас. Мы не знали, на самом деле, как назваться. Мы перебрали миллион, наверное, названий, сделали. У нас есть, кстати говоря, группа ВКонтакте. Мы сделали там группу, обсуждение, как назваться. Было тысяча предложений, наверное. И это, наверное, название общим голосованием было выбрано. А кто занимается здесь? Маленькие дети или постарше есть? Занимаемся мы с детьми, начиная с трех лет. И есть, конечно же, дети постарше, дети и взрослые ребята. Самому старшему участнику нашего коллектива – 53, по-моему, года. Вот знаем то, что посещают мальчики, да? А посещают ли твои занятия девочки? Какие успехи у них? Конечно. Причем девчонки приносят, наверное, большее количество медалей, чем парни. Потому что ты сам потренировался, да, Константин? Ты уже, наверное, почувствовал, что здесь важна что? Сила? Да нет. Здесь важна концентрация, скорость, растяжка нужна, да, эластичность, взрывная энергия. Пацаны, они больше, конечно, на силу рассчитывают. А девчонки – вот как раз это для девчонок. То есть, наоборот, это дает определенный какой-то, да, размах мыслей и возможностей. То есть, девчонки у нас все, они, да, растянуты с детства, да, как бы танцами там занимаются и так далее. Тут все, что добавляется, и это маленькая взрыва, да, техника, то, все, скорости. Без вопросов вообще нет каких-то сложностей у девочек заниматься этим видом спорта, потому что, ну, все здесь развивается в меру. Помогает ли кто-нибудь тебе в развитии твоего спорта? Вообще, принцип жизни у меня такой. Самая большая помощь для меня – это то, что мне не мешает. Поэтому сказать, что мне не помогают – я не могу. Нет, мне не мешают, и я очень этим, я очень благодарен всем вокруг именно поэтому. Потому что, да, вот зал. Зал мы арендовали, ну, то есть, без субсибий, без ничего. Благодаря кому? Благодаря нашей администрации она дала нам возможность арендовать этот зал. Вот. Всячески административно меня также поддерживает общественная организация «Росмоллспорт». Российская, она всероссийской считается. Я являюсь лидером по республике Башкортостан также. Вот. Очень хорошая организация. Кто еще она помогает? Мне очень сильно помогают родители своей поддержкой, потому что они везде и всюду за любой кипиш. Потому что я всегда говорил и буду говорить, наша секция, наше карате, оно не ограничивается только спортом. Потому что в спорт пойдут единицы. Из 50 человек, грубо говоря, которые занимаются в клубе, 10 из них только достигнут чего-то на уровне России, наверное. Ну, на России нет, на уровне мира могут достигнуть. Реально из этих 10 достигнет, может быть, один. Дай бог. И все у него срастется, и финансовое состояние, и желание, и возможность. Вот. Поэтому одним спортом жить, ну, это утопия. Я считаю, что первоначальная моя задача – это здоровье детей. И, конечно же, это дружба. Потому что именно здесь появляются настоящие друзья. То есть, когда может ребенок, ну, не ребенок, там, да, юноша, взрослый человек прийти записаться в твой клуб? Или только, например, с 1 сентября как всегда? С 1 сентября идет прием? Или там до 1 сентября? Нет. Мы гораздо раньше начинаем наш учебный год. Наш учебный год начинается с 1 августа. Вот с 1 августа уже занятие начинается по расписанию. Когда ребенок может к нам прийти? В любое время после 1 августа. Наш адрес – Худай-Бедина, Сень, спортивный клуб «Легион». Приходите, узнавайте, в какое время и что, и как. Это была «Территория спорта». Архив программы в сообществе «Арис» телевидения «Кумертау». Ссылка на экране. Занимайтесь спортом и не болейте. С вами был Константин Меркушев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова